Запрет на ношение ленточки Святого Георгия вывел людей на улицы. Члены партии социалистов из Бельц и простые жители севера страны приняли участие в митинге, чтобы выразить недовольство решением властей. Мы должны выходить, отстаивать наши права, потому что это наше родное, это наша кровь, это наша история. И мы никому не отдадим забрать нашу победу. Депутаты-социалисты, принявшие участие в протесте, утверждают, что запрещая георгиевскую ленту, правительство пытается отвлечь внимание граждан от ежедневного повышения цен. Ножом. Вот эти символы, святые символы победы, должна заниматься экономикой. Опустошили государственные резервы. Постоянно берут кредиты, которые мы с вами и наши дети будут отдавать. Экономика сегодня на земле. Аграрный сектор сегодня на земле. Примарии сегодня не справляются с долгами. Садики не могут оплатить фактуры за газ. Школы и больницы. Сегодня недостаточно средств. И пришедшие на митинг пожилые люди, среди которых были и ветераны войны, говорят, что не допустят, чтобы этим решением власти стерли память об их близких погибших на поле боя. Я живу в Бельске 74 года. И на мемориале у меня есть могила старшего лейтенанта, к которому я прихожу и возлагаю цветы. Как я могу сейчас объявить своим внукам, что я не могу прийти на этот праздник и вспомнить, за что боролся мой отец? Более того, участники акции протеста вспомнили известные песни времен Второй мировой, которые также теперь попали под запрет. Парламентское большинство, принявшее поправку, мотивировало свое решение тем, что в Молдове нельзя продвигать ряд знаков, которые используют на войне в Украине.